Досрочные выборы могут состояться в первой половине следующего года. В этом уверены ведущие политологи страны. Конфликты между властью и разными оппозиционными группами и серьезное противостояние внутри власти. Неуправляемость силовиками и глубокое разочарование граждан в нынешнем правительстве приведет к смене элит. Альтернативой досрочным выборам может быть Майдан или государственный переворот. Владимир Задирака узнавал, как повлияет досрочное вылез явление на ситуацию вокруг Крыма и на Восточном фронте. Большинство украинских партий делают ставку на усиление армии и противостояние агрессору. Выборы вряд ли сделают Украину податливее и уступчивее в отношениях с Россией. Такую точку зрения высказал политолог Вадим Карасев на пресс-конференции «Политические итоги ноября». Ситуация на сходе Украины, она имеет определенный консенсус среди большинства политических сил. Кроме оппозиционного блоков, там партии «За життя», никакого, скажем так, выполнения Минских угодов. Можливо, кто-то и хочет, может, кто-то и давал обещанки, но с политической точки зрения публично заявить про это не может и политично решить это не может. Что будет после достроковых выборов, катастрофы не будет. Карасев предполагает, что внеочередные выборы могут принести определенную пользу национальной безопасности. По мнению политолога Константина Матвиенко, банкротство банка, война силовиков и криминалитет, а повышение коммунальных платежей явно не улучшают имидж украинской власти в глазах жителей неподконтрольных территорий. Это коммунальные побывающие обстоятельства, плюс криминалитет, который гуляет Украиной, что пребывает под контролем официальной украинской власти, это все точно не сприяет реинтеграции. Это население в Донбассе, которое там осталось. Очень оно хочет сейчас под Гонтареву, Порошенко и прочих гройсманов повертаться. Социолог Виктор Небоженко не ожидает от Кремля войны. В ближайшие полгода российские власти сосредоточатся на поддержке инструментов мягкой силы в Украине. Будет большая активность Кремля по созданию новых политических, культурологических, экономических, этнографических и других сетей, организаций, мероприятий, которые должны создать благоприятные условия для консервации знаменитого электората даже не партии регионов, а квази-Новой Новороссии. Для этих целей России будут использованы вполне невинные инициативы. От флешмобов по исполнению ностальгических советских песенок до профессиональных конкурсов. Активность Кремля будет больше зависеть не от внутриукраинского политического расклада, от того, какую позицию займет новая администрация США, считает социолог.